Всем добрый день! Я прямо когда стали бить начал записывать. Сейчас я расскажу в каком месте я нахожусь. На самом деле это очень уникальное место в Мексике и прямо под бой наверное. Буду записывать. Ну либо немножко подожду. Значит это называется место Микс Куик. Это деревня на самом деле. Деревня на расстоянии от столицы, от Мехико. Примерно на полтора часа езды. То есть нужно все равно что как из центра Москвы ехать куда-нибудь на юго-восток. Я не знаю там Царицыно. Царицыно на юге по-моему. И ехать примерно полтора часа. Потом в конце ехать по всяким проселочным дорогам. Долго очень добираться. А чем это место так известно и знаменито. Особенно вне мертвых. Значит здесь жили индейцы определенного племени. И они жили на озере. То есть здесь из Хочемилка в 11 веке перебрались индейцы и как бы отдельная община. И они жили на островах этого озера. У них так называемые были сады. Прямо сады так сказать на островах. И когда пришли конкистадоры, они проходили через это место. Когда шли на Тетю Куан. Вот. И ну естественно их захватили и поработили этих индейцев, так сказать эту общину. И первыми сюда приехали францисканцы. Монахи-францисканцы насаждать свой католицизм. Что они успешно сделали. Вот. И вот что они сделали. Они построили вот такой вот собор. Это собор апостола Андрея. Святого апостола Андрея. И он на самом деле из себя ничего особенного замечательного не представляет. Потом я выложил фотографии изнутри, как он снят. Это просто католическая церковь. Очень старая. Потому что она сооружалась с 1536 по 1563. То есть это 16 век. То есть это очень быстро, через несколько десятков лет после того, как вообще Колумб открыл Америку. И конкистадоры пришли, так сказать, на территории современной Мексики. Вот. И я сейчас расскажу, чем это место с другой стороны интересно. Значит, когда вы заходите вот через центральные ворота. Вот они. Идет кладбище. Это кладбище идет слева и справа. И это захоронение тех, кто живет в этой деревне, в этом городке. Из-за хранения, наверное, последних лет 100-150. Соответственно, в Дни мертвых, вот вы видите, какой грим, как раскрашены люди. Они раскрашены под Катрину. Катрина это такое, знаете сказать, женское изображение скелета. Вот. И поэтому у них такие белые все маски на лицах. То есть напоминают скелет. Вот. Катрина это своего рода такое изображение аллергической смерти. Вот именно ее манифестируют, когда идет парад. И вот, значит, когда местные жители сюда приходят на кладбище, они, конечно, ухаживают за могилами. И они обычно готовятся за несколько месяцев до этого праздника. Значит, они, женщины, шьют всякие скарки, тертия салфетки. Они все закупают. Они чистят дом, чистят все, моют стены. И это все продолжается по 30 октября. Значит, День мертвых, так называемый, это 1 и 2 ноября. Два дня. А 1 ноября приходят мертвые младенцы. Например, абортированные дети, которые, ну, убитые. Либо просто дети, умершие во младенчестве. Как только вот эти вот часы, ну, не эти часы вообще. Вообще, как только часы пробили 12 ночи, с 31 октября на 1 ноября, то приходят младенцы. Считается, что они очень злятся, если вместе с ними приходят и взрослые. А вот, отмечают Дни мертвых. То есть, они приходят к своим потомкам. Для них сооружены алтари, где обязательными элементами является вода. А чтобы они могли напиться хлеб. Это хлеб для мертвых, его ни в коем случае нельзя есть. Плюс, для младенцев очень много, значит, конфет, сладостей. Такие специальные сахарные или шоколадные черепа, значит, выпеченные. Ну, алтари также украшают благовониями. Специальные коврики ложат для того, чтобы пришедший дух мертвого ребенка мог на этом коврике посидеть и отдохнуть. А вот, ну, вот, значит, свечи. Та еда, которую при жизни, если, ну, не в очень маленьком возрасте умер младенец. Младенец любил кушать, есть. И, в общем, первая ночь, это с 31 октября на 1 ноября. Это ночь младенцев умерших. Фактически, это их место, территория и временной интервал с полуночи, с 31 на 1 и до 3 часов дня 1 ноября. Где-то в 2 часа они должны уходить. Поднимусь, покажу, как выглядит кладбище. Вот, и, ну, здесь вот реальные люди просто к своим умершим потомкам, я думаю, этим предкам пришли. Вот, и, значит, 2, 1 ноября примерно в 2 часа дня начинается подготовка ко второй части дня мертвых, где уже приходят умершие взрослые. То есть, младенцы уходят, они на кладбище чистят все, убирают, так сказать, почищают, так сказать, готовятся к приходу мертвых. Вот, и начиная с 3 часов дня считается, что могут приходить уже умершие взрослые предки. Ну, также они, так сказать, специальные места, алтари создают, значит, для того, чтобы, так называемые, афрендос, то есть, такие, как бы, подношения, приглашения для того, чтобы умершие предки, они остались довольны тем, как их потомки их вспоминают, встречают, приглашают. А вот считается, что, значит, ну, это вот, как бы, такой временной, получается, момент, переход от такой более летней формы к зимней, да, граница. На нее же падает имбок, по-моему, да. И, ну, в общем, короче, это граница перехода, как таковая во времени. Считается, что это портальная, ну, момент, когда открываются порталы. Вот почему это место, Микс Квик, такое уникальное, такое интересное, и оно считается сейчас вообще таким культурным феноменом. Называется, что это территория магии вообще. Потому что до христианства эта зона относилась к территории мертвых. То есть, можно сказать, это была такая трещина между мирами, ну, есть портальная зона, через которую могли приходить мертвые. Вот. И сейчас здесь сооружена церковь. Ну, как я сказал, она никакого из себя интереса не представляет. Да, здесь есть территория кладбища прямо слева и справа от церкви. Но самое интересное находится вот там, куда попасть сегодня я не смог и не смогу, потому что эта зона закрыта, это так называемый сад. И в этом садике небольшом, там за решеткой, он закрыт просто весь день. Значит, и в этом году туда просто не попасть, но вообще два года назад туда можно было попасть. Там находятся такие артефакты от времен Мезоамерики. То есть, имеется в виду, там, например, находится такой воин, который лежит на пунктах и полусидящей, на животе которого обсидиановое зеркало. Его называют историки Чакмаоль. Это совершенно неточное название, неправильное. Это на самом деле воин, который занимается перепросмотром. Наклоняется, который над своим обсидианным зеркалом, который лежит на животе. Это либо специально вводят в заблуждение, либо что, но это совершенно четко. Из тех, кто сохранился и остался в традиции талтеков, они говорят, что все эти Чакмаоли – это воины, занимающиеся перепросмотром. Там же находятся такие из базальта круги от игры в мяч. Игра в мяч была очень популярна среди ацтеков и вообще в Мезоамерике она была популярна. И там же находится такой из базальта статуя Кецалькуатля. И отдельная такая скульптура в центре самого этого садика, которая представляет из себя существо. Ну, это Мезоамериканский период, имеется в виду, это не новоделник какой-то, именно статуя древняя, которая представляет из себя существо, напоминающее скелет. То есть такой скелет, скелетообразное по форме человеческое существо, напоминающее человеческое существо. Вот, и это самое интересное, потому что некоторые считают, что это Миксли, то есть это богиня жизни и смерти, как некоторая такая форма энергии, которая является переходной между миром живых и миром мертвых. Потому что считается, что все-таки мир живых должен быть отдельно, а мир мертвых отдельно. И именно эта Миксли, она, можно сказать, на границе соединяет эти два мира и защищает в том числе живых от мертвых, в каком-то смысле, можно так сказать. Вот перед этой Миксли можно, не знаю, ну, раньше я видел на фотографиях, можно было оставлять свечи и как бы непосредственно обращаться, потому что это граница как раз, да, между миром живых и мертвых. Обращаться к своим умершим каким-то предкам или дальним предкам, на которых очень тяжело выйти, а вот в этом месте можно. Вот, и вторая версия, что это может быть не Миксли, а супруга, значит, правителя царства мертвых. То есть царство мертвых в Мексике называется Миктлан. То есть это то же самое, вот когда человек умирает, в христианской традиции, значит, умерший проходит там круги ада, честилище так называемое. Вот, или то, что в древнеегипетской традиции, когда происходит суд Осириса и взвешивается сердце, а на другой чаше весов лежит перо Маат. После этого умерший проходит, ну, он идет в сторону мертвых. Вот, когда он движется в сторону мертвых, его путь довольно тяжелый тернист, потому что ему нужно пройти несколько уровней. Ну, если мы говорим о безамериканской традиции, то это конкретно 8 уровней, можно сказать так, нижнего мира. Они все разные, и в каждом из них, можно сказать, свои испытания. Это внутренние какие-то непоработанные страхи. ситуации, и вот если они при жизни не были поработаны, то на одном из этих миров можно залипнуть, застрять даже, да? То есть, вот так. А когда ты их прошел, то ты попадаешь на 9, ну, как бы, 9 подземный уровень. Это Миклан. Это страна все-таки покоя, упокоения. И в стране Миклан есть свой, значит, правитель. Сейчас я дойду, наверное, и покажу вам. И там есть свой правитель царства мертвых, у которого есть супруга. И супругу как раз изображают в виде женщины со скелетом, ну, как бы, с черепом на голове. Вот, то есть, вот, это, как бы, аллегория смерти Катрин. Это такой же социализированный образ правительницы царства мертвых, если называть вещи своими именами. Вот, естественно, в других традициях, то есть, там, в других культурах, этот элемент тоже присутствует. То есть, у нас есть все-таки Аид, который правит подземным миром. А вот, и есть известный мир, миф об Аиде и Персифоне, его жена Персифона. Ну, скажем так, более точным, если говорить в древней греческой традиции, это Гадес и Персифона. То есть, правитель Гадес, а правительница Персифона, его жена. Так вот, весь этот праздник мертвых, он, по сути, обращен к ней, ну, как сказать, к ее культу. Потому что, возможно, потому что маскулинная энергия, я имею в виду ее супруга, царство мертвых, она такая более жесткая. И именно он определяет, где, в каком месте, на каком уровне остаться душе умершего. Вот, а какому-то сочувствию, если так можно выразиться, склонно только вот супруга царства мертвых. И ее называют, у них такие сложные, значит, слова, ну, тоже первое слово Миктлан, а потом Микла, Микла. Я потом выпишу, как называется, по-моему, Уитли, что-то такое вот. И вот она, посредственно, находится вот здесь. Слушайте, мой водитель, который себя привез, постарается договориться. Здесь есть скотина. Здесь есть скотина. Из-за скотина. по-моему, 15 секунд. Я из России и путешествую к 25 часов. Сильно, 15 секунд. Выпрашиваем у мальчика. короче за этими воротами находится скульптура какие неприятные все-таки мексиканцы да это вообще водитель который мне сюда привез на такси он меня не знает но он понимает что как бы это на самом деле круто и сюда сюда просто зайти на секунду в общем вот если не удастся туда зайти то там такой садик где находится вот именно она а ее скульптурное изображение и это самое ценное в этом месте есть честно мне хотелось бы просто почувствовать ее энергетику то есть это скульптурами за американской правительницы подземного мира либо же как бы переходный вариант богини жизни и смерти мне как-то надо их разблагодарить наверно ну а сеньор мучестра сессу и руссо дистанция пор 3 минут с короче никого не пускают нас пустили значит вот вот это самая ценность это садик его не трогали церковь построили рядом но это территория мертвых по сути я не знаю здесь удастся увидеть вот она видите да по центру как вы знаете как фонтан вот у нас стоит сейчас я просто пойдем и наверное будет видно ну это все что можно было все что возможно на самом деле это круто нам очень сильно повезло даже не знаю их так много и я вот чуть-чуть там не есть несколько людей которых пропустили сейчас я пойду я думаю и угла вот с той стороны бить и они все стоят они смотрят значит голова смотрит на них да и вот это очень тоже старая пристройка но это же католическое самое главное просто как бы выкина на контакт энергетически все сейчас пытаемся если это делать то но единственное что на не освещается никак ну я приведу фотографию потом если что кстати странно у меня почему-то еще ночью бьется сердце сейчас голова значит с той стороны не с этой как раз на туда смотрит там наверно север куда она смотрит сейчас я пытаюсь понять мы зашли или запад если запад то это да богиня жизни и смерти ну что шипи тотик и богиня жизни и смерти это запад мужской такой мини расследование проводим сама церковь а ну смотрите грудная клетка у нее слева виде как скелет значит надо смотреть все как странно почему они не смотрят с этой стороны тоже самое ценное почему они вообще сюда не заходят я такой ненормальный которому можно который вот здесь вот люди там за решеткой проходят а вот вот ее вид вот отсюда вот видите вот эти кольца которые для игры в мяч а а вот она ну да вот видно конечно поскольку она не подсвечена тема наверно смогу увеличить я потом приведу фотографию отдельную да где хорошо видно ее лицо убить и такие как ребра до скелетные сейчас просто можно настроиться это вот конкретно мезоамериканская древняя скульптура которая которая смотрит на запад значит это богиня все-таки жизни и смерти и и и и и и elaborated и и и сейчас настройки уникальна на самом деле о чем вы хотите полторы минуты наверное хватит сейчас вот кактусы то есть еще заснять что здесь есть на человека похоже человеческая форма руки согнутые ноги как раз на чек мауля только с огромным чем-то таким лежащим на животе вот и конечно обыкновенные чувства такие будем уходить уже и закругляюсь тогда в общем это совершенно удивительное потрясающее место микс клик который находится на юго-востоке от от мехико это уже деревни это даже не граница города вот но если когда-то будете в мексике то не мертвых сюда можно приехать и пропитаться этой энергетикой этим удивительным праздником этой традиции и добро пожаловать если вы помните о своих умерших предков самое время какие-то им оказать почести выйти возможно на контакт попросить о поддержке защите в традиции современной мексики это как-то переплетено с древней мезамериканской традицией это возможно и ну в наших традициях это тоже есть другой форме главное об этом не забыть не забывать спасибо большое за внимание это был репортаж из микс века 2 ноября в девять часов вечера 2021 года и да это Продолжение следует...